Девушки отдыхают У меня папа боксер, нужен смелый мальчик Катя, 23 года, актриса, любит эксперименты, общается с потусторонними силами Где ты, мой инопланетный гостец? Алена, 18 лет, студентка, любит петь в душе, умеет прикидываться лесбиянкой Еще парни, которые смеются меня заткнуть Привет, девчонки! Правила вы знаете, готовы? Готовы! Поехали! Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мальчик вышел после клуба в 5 утра Да, вот таким Короче, девочки А вы мне сами вообще не понравились Девушки Девушки, Востока, Китайцы Звоните, ведь у меня большие возможности Хочешь меня? Не очень Девушки, как же Я могу подарить вам радость Смотри Видишь? Хреново Я могу отжаться на одной ноге Девушки, не делайте глупостей Девушки, Россия Девушки, как же так? Ведь я красивый Очень я бы прям вот поцеловала бы его Ну, как-то я не знаю Не заинтересовал Мне кажется, неумен Если честно, не знаю, почему неумен, так казалось Да-да-да, у него очень красивая внешность Но внутреннее содержание, к сожалению, отстает Много амбиций, но они не опаданы Черт их, они ведь овцы Не оценили мои способности Слишком зациклены на себе Удачи, девочки Здравствуйте Меня зовут Андрей Я учился на пилота Гражданская авиация Ну, я считаю, что Это романтичная работа Вот Дальше у меня была армия Служил в ОВС Военные воздушные силы Неплохо рисую Готовы А я ожидала пилота Такого накаченного Такого красавца В форме бы пришел Такой вот, я не знаю Пришел Такой Не в форме Не при погонах Совсем не Да, совсем не пилот Кажется, что он нам наврал Он не пилот Я пилот Улетел, видимо, навсегда. Вернуться не обещал. Жаль. Вообще считаю, что они приехали с какой-нибудь Улипинской за пропиской. Привет. Я Арсений. И я расскажу маленький кусочек из поэмы Есенина «Страна негодяев». Мне нравятся жулики, воры. Мне нравятся груди от гнева спёртые. Люди устраивают договоры, а я посылаю их к чёрту. Кто смеет мне быть правителем? Пусть те, кому дорог хлеб, называются граждане и жители. И чё стерили? Ай, я запустилась. Тоже носки, они такие милые. Они ему так идут. Она хочет сидеть такие же. Неформальное восприятие какое-то мира, наверное. Есенин и тельняшка. Как-то две вещи не совместные. Абсолютно. Поэзия отстойная. Я ничего не слышала. Я ничего не поняла. Всё плохо. Поэзия не отстойная. Поэзия и тельня. Может быть, она хорошая. Смотря как вы её понимаете. Но он прочитал отвратительную, согласись-ка. И голос. Волновался парень. Ну молодец, он попытался нам понравиться. Выучил стихотворение. Это уже плюс. Посмотрел на нас. Всё-таки эмоции. Ты был в шоке, какие мы красотки. И понабрали. Здравствуйте, девушки. Я вам буду доказывать, что я отличаюсь от других. Все ребята будут вам показывать, какие они талантливые. Я же буду доказывать обратное. Например, я вам докажу, что я не обладаю талантом показывать фокусы на карту. Да, я вот, например, не могу вот так вот карты за одной руки в другую перекидывать. Потом я вам докажу, что я не умею жонглировать мячом. Это и мячом-то сложно назвать. Не умею я это делать. Потом я вам не покажу, как я умею жонглировать мячиком на ракете. Нет, это я умею. Я вам доказывать, что я не обладаю электросенсорными способностями. Я, например, могу доказать вам, что я не умею улыбаться в 32 зуба, потому что у меня все улыбаются, что их нет еще. У меня вопрос. Что ты можешь? Я могу рассказывать стихи. Могу тебе рассказать стих очень. Александр Сергеевич Пушкин. Я вас любил. Я сейчас в образе. Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе мою угасну не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно. То робостью, то ревностью, то мил. Я вас любил так ласково, так нежно, как, дай вам Бог, любимый быть другим. Так, вот что. Очень трогательно. Очень трогательно. Не останется. Кудряшки свои? Кудряшки свои, да, не завереваю. Все нормально. Девочки, оставьте скоростную кнопку покоя. Беру, 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 беру. Ой, беру. Беру, все, беру. Можно? Можно. Беру, беру. Я беру. Девочки. Пока. Девочки. Молодой очень, зеленый, неопытный. Я люблю мужчинка опытный. Какой-то он смазливый. Мне не понравилось. Молодец. Взяла хорошего парня. Ушла. Удачи им. Я думаю, что она не его вариант. Ему нужна девушка более глобальная. Настя 18 лет, скульптор. Любит бодибилдеров, удивляет парней приемами ушу. Еще большой, откаченный бодибилдер. Пропала Мальвина, невеста моя. Она убежала в чужие края. Я плачу, не знаю, куда мне деваться. Не лучше ли скукальной жизнью? Расстаться. Привет, девчонки. Меня зовут Евгений, 25 лет. Будь с моей Мальвиной. Вот я весь перед вами, пьеро. Грустный, потому что до сих пор не могу найти свою Мальвину. Думаю, что кто-нибудь из вас обязательно выберет меня, поскольку вместе мы составим великолепную пару. Девчонки, ау, заново запускается. Нажимайте скорее кнопочку, девочки. Девочки, в душе у вас Мальвина. Когда у него колпачок закрывается, он похож на маньяка Чикатило. Я его родственник, девочки. Ну, скорее нажмите на кнопочку. Закрывайся скорее. 25 лет, а он плачет. Мальвина, ну что это такое? Мы 40 мужчин и плачут. Все же мальвины. Он же мужик. Они... Аля-ля-ля, я не могу, меня обидели. Нет, мальвина. Мой музыкальный слух дает мне понять, что с мокальными данными у меня с такими лучшими быть. Он не очень красивый. Во-первых, он был в образе Пьеро. Зачем мне такой плаксивый мужчина? Во-вторых, ему 25 лет. Куда? Ты куда? Как куда? Что я? 55? Ты стараешь? Ну да. Я не мальвина. Я не в голубом. На этюд, согласитесь, девочки, был очень хороший. Молодец. Парень с чувством, с толком подошел к этому процессу. Не просто пришел и сказал, вот я, берите меня, да? Он расплакался, он пытался... Нет, он подготовил сценку, он репетировал, он где-то раздобыл костюм себе. Это очень ценно. Зря никто из них не нажал красную кнопку. Я так и не покажу никому сегодня свой кукольный домик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ничего не понравилось в неутомимом кролике. Где эмоции, где мимика, что да, девочки, я ваш единственный, возьмите меня, пожалуйста, нажмите на кнопку. Ну, неярко. Сучки, сорвавшись. Скучно, неинтересно, эмоций нету. Видимо, мозг там с орешек мальчика. Привет, девчонки, меня зовут Дмитрий, я пришел вас спасти. Ой-ой-ой, чуть-чуть круг мой влетел, но я по дому сначала вообще заблудился на самом деле, попал не туда. Но оказалось и здесь не так уж холодно, как на улице. И я бы хотел рассказать еще о себе. Я спасатель, я спасаю молодых красивых женщин. Вот, и не только их. Бывают и маленьких детишек. Вот, зайной сопускается. Я же сейчас исчезну, вы понимаете это? Вот, но я надеюсь, вы меня сможете спасти. Вот, я уже вижу ваши улыбки. Не-е-е, так не пойдет дело. Я же хочу вас спасти, честное слово. А кто меня спасет? Нет, ну как же так, ел-мое. Давайте, 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 ну кто-нибудь спасайте меня. А-а-а, и-е, понятно все. Я синхронным плаванием занималась, поэтому плаваю я отлично, и спасатель мне не нужен. Мне нужен такой большой, длинный, а он какой-то маленький такой. Ну, пожалуйста, спасите меня, спасите. То есть, получается, я потом его буду спасать, а не он меня. Это ненормально. Ты что описывала большой, длинный? Рост? Ну, они уж слишком старые для меня. Привет, я молодой человек. Джека Воробья, брат. Джека Воробья. Девчонки, выберите меня, потому что там больше выбирать. Где есть чувак? Это я вам на полном серьезе. Ну, на самом деле, мы главным мужчиной, чтобы было хорошее чувство юмора. Но всегда меня могут быть мокрой заселить. Выпери меня, выпери. У меня нет просто слов. И я буду с вами. Я бы, кстати, с каждой из вас пошел бы на свидание. Я с девочками не очень как-то. У нас даже джинсы с тобой одинаковые. Супер. А ты всех пострелил, да, остальных? Прямо стерплю. Я выбираю, 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 выбираю. У меня же право выбора, правильно? Да. Аню. Я натурал, причем в самом прямом смысле этого слова. Мне не очень нравится, когда мужчина похож на женщину. И разделяется своей второй половинкой тушь, пудру, тональный крем, майчик, крем готовый. Да он клевый, да он такой интересный. Он реально клевый. Чего ты тут бузишь, сидишь? Он реально выделялся среди всех. У него волосы длиннее, чем у меня. Это зависть, это простая зависть. А с Лялей, мне кажется, очень красивая такая получилась прекрасная пара. И поделят они и гардеробку, и семейный очаг, может быть, и помада на двоих тоже очень удобная. Настя, 19 лет, студентка. Не боится отбивать парней у подруг. День с кем изучать Камасутру. Давай домой. А ты знаешь, какие у нас северные ветры? А ты знаешь, какие у нас снегокилометры? И полярные ночи длины. Это вам знакомо? Письмецо в конверте. Письмецо из дома. И полетят Москва-Магадан. Посылочки, посылочки. И долетят, как весточка, к нам на пересылочки. Пухляк. Мне не понравилось, во-первых, как он стоял. Как он... У нас разные вкусы. То есть в музыкальном плане даже. Это раз. Во-вторых, да. Вот, кстати, Настя хотела там брутального себе. Почему он это не выбрал? Дорогой Диэш. Вот он напьется и будет мне этот шансон пить. А мне шансон не нравится. Я хоть сплясала, хоть вот порадовал меня парень молодец. Такую музыку слушает вся страна. Абсолютно вся страна. Чем дальше от Москвы, тем больше. Вот. Ну, не понравился этим девушкам, понравилось другим. Абсолютно вся страна. Здравствуйте. Красивые. А чего вы так сразу, ну, засмучались там как-то? Блин, не составляет меня краснее. Ну, спросите меня что-нибудь, а? Где кнопочка? Кнопочка, 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 кнопочка. Там кнопочка. Ну, давай, давай. Изначально не презентовать себя и пытаться понравиться, и показать, кто ты есть, а задавать вопрос. Ну, он сам не знает, чего он хочет. Он вышел с того, что, что, спросите меня что-нибудь, что вы хотите. Он вообще знает, кто он пришел. Он вообще готовился. Мне нужен мужчина, который будет со мной изучать Камасутру. Он, я думаю, не знает Камасутру. Девушка, которая сидела слева, рыженькая, ну, понравилась, да. Искрывать не буду, наверное. Ну, по мне это заметно, да, что какая-то искра во мне есть. Я бы с ней, наверное, позажигал. Мальчика, в которой он спит. Я не пойму, это ужасно. Это просто, это что за мода? Так, ну, во-первых, у него нет стиля. Это, это ужасно совершенно. Хотя это очень важно для человека. А во-вторых, он не подготовился. Куда он пришел? Вообще, куда он пришел? Зачем? Поэтому я его не выбрала. Он пытался симпровизировать или что? Пытался из нас вопросов вытащить. И не знаю, на что он надеялся. То есть, если другие парни хотя бы останутся где-то в подсознании, запомнится, то этот молодой человек как-то вообще серой мышью такой прошел, и памятью не останется. Девчонки, привет. Меня зовут Майлз. Сегодня я для вас станцую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты такой сексуальный. Он идет к твоей груди. Я уже хочу тебя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ты придумал-то? Идите уже! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А я ему больше понравилась, чем она. Он сразу вернулся. Ну, такой мягкий весь, такой сладкий. Я таких не люблю. Мне нужен такой крутальный. Камасутра, мы помним. Камасутра же не надо изучать. С кем? С ним, что ли? Ну, с ним хорошо. Мне кажется, пошло бы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наше шоу всегда заканчивается неожиданно. Встретимся в следующей программе. Помните, спонтанность лучше советчиков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова